Здарова народ, на связи Экспер Авид, и я продолжаю играть соло-левелинг и райс, и сегодня, ребят, я вам покажу небольшой лайфхак, как можно быстро проходить повторные подземелья. Ну а с вас обязательно лайк, не забывайте подписываться на мой канал и на мой тикток, кто еще не подписан, и обязательно лепите свои клевые комментарии. Итого, ребят, в повторных подземельях у нас всегда есть требуемый персонаж. Это персонажи, которых нам заложили автоматически, они якобы обязательны, и мы должны с ними играть. Но очень часто именно эти персонажи нам и мешают, и нам хотелось бы вставить какого-то своего более лучшего персонажа, и мы бы прошли, да? Так вот, ребят, если вы думаете, что нельзя его поменять, его можно поменять, и я вам сейчас покажу, как это делается. Поэтому повторяйте за мной, и у вас тоже все получится. Значит, смотрите, мы нажимаем, заходим в нашу менюшку, листаем вниз, находим управление командами, нажимаем. И теперь смотрите, очень важный момент. Там, где находится требуемый персонаж, мы должны сперва убрать персонажа. Даже если там стоит не тот персонаж, а наш какой-то, да, вот у меня здесь Эмма. Мы ее убираем, и на ее место просто ставим другого персонажа, какого мы хотим туда взять. И нажимаем собрать команду, и подтвердить. Вуаля, ребят, теперь у нас требуемый персонаж совершенно другой, и мы можем спокойно залетать именно с этим персонажем в игру и проходить нашу сюжетку так, как мы хотим. Это очень хороший действующий лайфхак, я не знаю, его будут уменять или нет, но по сути управление командами все правильно как бы сходится. Будем управлять, почему бы и нет. Поэтому, друзья, пользуйтесь, если вы хотите больше лайфхака, то обязательно пишите мне об этом в комментарии. Возможно, есть какие-то подземелья, сюжетка, которую вы не можете пройти или не знаете, как это сделать. Обязательно пишите мне в комментарии, и я вам покажу, как это сделается. Кстати, у меня тут небольшой баг, у меня исчезла персонажа. Почему она исчезла? Ладно, хорошо, я думаю, мы ее вдвоем затащим. Потому что, ребят, в игре на самом деле есть очень много таких моментов, которые ты просто сперва не знаешь, как это сделать, как это пройти, пока просто не разберешься. Особенно пятнадцатая глава, она такая веселая. Ой, дай боже. Давай, иди ко мне, родной. Нет, 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 не судьба. Получи по жопе. Поэтому, ребят, я надеюсь, что теперь прохождение ваших повторных сюжетов, точнее побочных сюжетов, будет гораздо легче и веселее. Пишите мне обязательно в комментарии, если вам это помогло. От винта. Слушай, ну мы в два рыла затащим. Это просто баг, ребят. Такое случается из-за хреновой оптимизации, которая почему-то в офлайн-игре она присутствует. Это очень странный момент, но он есть. Но если зайти повторно, я просто уже не стал этого делать, потому что я их два рыла тут затащу. В следующие разы уже будут все персонажи на месте. Мне даже тени не надо вызывать, я и так успею. Немножко хила. Озарим немного, да, нашего эльфа. Все. Спокойной ночи, малыши. Эльфийский сон тебе обеспечен. Кстати, то же самое мы можем проделывать и с двумя персонажами. Я же говорю, самое главное, это просто убрать любого персонажа, который стоит на том же месте, где находится требуемый персонаж. В нашем случае это первые два, естественно, да. Мы их убираем. И потом их же можем просто заново типа и поставить. И все, то есть, ну, тут не суть ей, не суть важна. Нажимаем собрать команду, снова подтвердить и отправляемся просто в бой. Ну, я не знаю, мне тени вообще нужно, сюда ставить не нужно. Ну, давайте поставлю так чисто уже, а бы было. Все, команда собрана, полетели. Надеюсь, сейчас ничего не баганет и мы поиграем в полной команде, хотя сейчас, мне кажется, я и в одного затащил бы. Ну, понеслась. Слушайте, а что вы вообще на морозе здесь забыли? Шо вы хаваете? Оленята тут не бегают. Мы их приручим, ребят, приручим. Лежать. Я сказал, лежать. А ты присядь. Ничего, сейчас мы дойдем до вашего вожака, мы вас воспитаем. Мы сегодня будем воспитывать всех. А ну, хребани немного моего зелья. Еще немного тебе в лицо. Поэтому, ребят, я думаю, что у вас гораздо упростится сейчас прохождение этих побочных сюжетов. Потому что эти проделки вы можете делать абсолютно везде. А персонажи у вас бывают временами, пусть даже не так прокаченные, как требуемые, но они все равно эффективнее. За счет, скорее всего, артефактов, либо что-то в этом роде. Ну вот теперь, ребят, я залетел в более тяжелую главу, где требуемый персонаж сильнее моих персонажей, которые у меня есть. Но я все равно хочу ее поменять, потому что мой персонаж, которого выберу я, все-таки будет эффективнее, как минимум, из-за раскладки тех артефактов, которые я на нее поставил. Ну, либо что-то в этом роде. Ну, мне кажется, что именно так это, наверное, скорее всего и действует. Слушайте, давайте, наверное, возьму эмочку. Да, давайте, наверное, возьму эмочку. Хочется уже немножко с огнем побегать, немножко побаловаться. Сейчас будем, ребят, снова приручать всяких диких псов. Нерешительность. Да не, мы достаточно решительные, и мы решительно залетаем на эту дискотеку, трусить попками нашим оружием и делать туч. Ай-яй-яй. Ну, понеслась. А, тут ящеры. Ладно, хорошо, пусть будет. Вы куда плюетесь, гады? Вы видали, девку чуть не брызнули. Отдыхай. Я вас немножко притушу, ребят, а то вы какие-то сильно горячие. На тебе по пальцам. Это больно, я знаю, тоже мизичек оббился. Неприятно. Я не понимаю, что он такой недоволен. Две такие девки вокруг него крутятся. Надо только радоваться. Ну, а вот, ребят, персонаж, из-за которого и произошла вся эта дискотека. Добавим немножечко огоньку, чтобы было посветлее. И по жопе. Я просто хочу придушить немножечко твой пыл. Правильно, давай, просвети его немного, а то он какой-то злой. На самом деле, ребят, есть достаточно много всяких различных гайдов, моментов, благодаря которым вы можете упростить себе задачу в игре. Например, делать комбо и наносить гораздо больше урона противникам. Гораздо больше. И этот урон измеряется не в тысячах, и даже не в десятках, и не в сотнях тысяч, а в миллионах урона. Но для этого вы должны, скорее всего, играть больше вручную. Поэтому к этому тоже готовьтесь. Все спокойненько, даже без теней, несмотря на то, что я поменял более, казалось бы, сильного персонажа на менее слабого, да? Но я же говорю, артефакты, расстановка артефактов все равно решает. Да и умение персонажей. С огнем вообще у Эммы, наверное, самое топовое оружие, вот честно. Потому что оно может завалить сразу всю пачку, но это круто. Друзья, обязательно ставим лайк, обязательно поддерживаем мой канал своей подпиской, обязательно пишем свои комментарии, если вам это помогло. Возможно, вы знаете какие-то еще, там, какие-то гайды, моменты, которые я еще вам не показывал. Обязательно пишите, и я расскажу о нем другим ребятам. Ну, на связи был Экспервид, всем спасибо за просмотр и пока-пока!